Произошло. На Тайване, на мой взгляд, происходили очень важные события, которые серьезно меняют глобальный расклад. Да, безусловно. Действительно, это вызов, который бросили американцы к китайцам. И, естественно, товарищ Си не может не поднять эту перчатку, потому что осенью у него очень важный период. Это выборы, то есть он идет очередной раз на должность главы китайского государства. И, естественно, не ответить на такую оплеуху он не может. Отсюда, я думаю, вот эти учения, которые сейчас начинаются с сегодняшней ночи вокруг Тайваня, я так понимаю, будут иметь далеко идущие последствия. И мне кажется, что сейчас все идет по тому сценарию, по которому развивался конфликт на Украине. Помните, осенью можно было предотвратить войну на Украине, если бы Запад решил все-таки на серьезные переговоры с Россией, чтобы российские, ну как бы обоснованные опасения по поводу ее безопасности были бы учтены. Сейчас ровно та же карта разыгрывается в отношении Китая. То есть можно сколько угодно говорить, как этот конфликт будет развиваться, но пока он идет по тому же самому сценарию. То есть американцы провоцируют новую войну, сами в нее, естественно, напрямую участвовать не будут, но будут делать все от них зависящее, чтобы Китай в этой войне не победил, а если победил, то наибольшими потерями. Я думаю, что они сейчас разыграют два сценария. Первый сценарий – это попытаться без войны убрать Си и заменить его более лояльным для американцев политиком в Китае и таким образом упростить для себя задачу, либо спровоцировать военный, конечно, в итоге конфликт и сделать так, чтобы Китай в нем не смог победить. То есть любой из обоих из этих сценариев их, конечно, удовлетворит. Что же все-таки сегодня происходило на фронтах специальной военной операции? Насколько велики действительно наши продвижения в районе Бахмута, Солидара и в этом районе? Да, я не буду, Александр, повторять, я просто продолжу дальше по линии фронта. То есть дальше, чуть южнее, там, где он говорил о том, что идут наступления на Бахмут, идут очень серьезные бои в районе Кодемы. Мы, причем, по тем пока еще не подтвержденным данным, мы зачистили Семигорье, а из Горловки мне сообщили ребята о том, что позиции, украинские позиции, которые были непосредственно на окраинах Горловки, противник снялся сегодня ночью и ушел. Их сегодня заняли. Завтра эти населенные пункты повезут в гуманитарную помощь. Это бывший металлист, бывший, сейчас он, по-моему, Травне, Майская называется, да, то есть там еще, еще, не помню название населенного пункта, они были брошены противником, отошли на север, сейчас удерживают одну высоту, которая находится южнее Кодемы, и, очевидно, противник после потери Семигоря оттягивается дальше в Кодему, и следующее сражение за Кодема, потом они уходят за Бахмутовку. Это река, которая, ну, как бы, дальше является такой водораздельной частью. А мы будем заходить в Бахмут, и, естественно, будем ее штурмовать. Нам сейчас главное за него зацепиться, как совершенно правильно сказал Александр. Ближний контактный бой противник не выдерживает. Это было показано на протяжении всего этого конфликта. Единственный момент, где они попытались это сделать, это был Северодонецк, когда бросили элитное подразделение СБУ, ГУРа украинского, ну, там, понятно, там ребята были элитные. Те, которые части сейчас там стоят, они контактного боя близко не выдержат и сразу стараются от него отойти. И, кстати, здесь хочу дальше идти, вот это мы говорили о Луганском, 2-м армейском корпусе. 1-й армейский корпус, Донецкий, он сейчас успешно атакует Пески. По неподтвержденным пока данным почти весь уже населенный пункт наш, причем там просто, вот сегодня было, даже Центрнет выложил Юрий Бутусов у себя, стена не одного из захистников Песок, который говорит, что его подразделение почти все погибло. Причем, по данным Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, тот батальон, который из Песок оттягивался, был добит на марше оттягивания, и, соответственно, там потери просто колоссальные. Тот батальон, который второй бросили попытаться удержать, его сейчас тоже перемалывают. Причем противники уже говорят о том, что никакой контрбатарейной борьбы не ведется, полностью подавлены, они там могут изредка огрызаться минометами, но это, естественно, наши войска не останавливает, и я думаю, что уже завтра населенный пункт Пески будет под нами, мы дальше будем двигаться на север, в район Орловки, и там будем надеяться, что мы состыкуемся с северной группировкой, которая окружит Авдеевку и заставит левопротивника из Авдеевки уйти, либо все-таки они будут окружены и уничтожены. Но я думаю, что они, скорее всего, предпочтут уйти. Пока все говорит о том, что вот одного опыта Мариуполя им оказалось достаточно, чтобы больше не играть в эту игру. Юрий Иванович, а вот что с широко разрекламированным наступлением украинских вооруженных сил на Юге, на Херсон? Как-то в последнее время вроде о нем перестали говорить или говорить совершенно обратное? Да, они включили заднюю, причем ломы ихния. Арестович начал высказывать свою версию новую, что теперь нет, мы на Херсон, конечно, пойдем, но чуть позже. Сначала российская армия атакует, попытается взять Николаев, мы ее, конечно, там разобьем, а потом на ее плечах войдем в Херсон. Причем и Залужный тоже уже, по-моему, смирился с тем, что никакого серьезного наступления на Херсон он не сможет организовать. Он уже доложил это политическому руководству страны, объяснив, что не уничтожив переправе через Днепр, а они по факту не уничтожены, сейчас заканчивают восстанавливать Антоновский мост через Днепр, плотину Каховской ГЭС они тоже не смогли разрушить, вернедорожное полотно ее, в принципе, восстановили, она сейчас работает. Организованы понтонные переправы. То есть очевидно, что основной, знаете, такой спусковой механизм этого операции, уже никто ее не скрывал, что нужно обрезать российскую группировку от снабжения, соответственно, уничтожить ее на правом берегу, он не сработал. То есть они не могут его включить, и те силы, которые они привлекают для уничтожения мостов, явно недостаточны. Они технически не могут этого сделать, и, соответственно, любая операция, которая будет развиваться без уничтожения мостов, она почти наверняка обречена на поражение. Тем более, что по данным, опять же, которые распространяют украинские СМИ, за последние несколько дней российская группировка на этом направлении значительно усилилась. Через Каховскую ГЭС, по данным украинской разведки, за несколько дней прошло более 800 единиц российской техники. Это огромные силы, и понятно, что с этими силами противник совладать, естественно, не сможет. Да, спасибо большое. Это был Юрий Иванович Подоляко с последними новостями с фронтов специальной военной.